61 литография и 20 керамичных выробов с коллекции Национального Мостатского музея. На выставе можно убавшить разные этапы творчести Пабло Пикассо. Серый работ, блакитные колеры Барселоны, эскизы до герники, картины позднего периода, например, «Война и мир». Он начинал как классический художник. Уже первую свою картину он нарисовал в 8 лет, причем не хуже, чем взрослый художник. Но ему было тесно в рамках классического искусства, и он увлекался и постимпрессионизмом, импрессионизмом. Потом создал свой собственный стиль, который его прославил. Это стиль кубизма. Также работал как сюрреалист и вдохновлялся архаикой. Свой творчий шлях Пабло Пикассо починал с копией уже ведомых майстро. Працовал в музеях Парижа, Мадрида и Барселоны. К тому, кроме творчости самого Мастака, на высоте есть и сучасные экспонаты, створенные под натхнением от его работ. Здесь представлены работы очень молодых интересных скульпторов, таких как Павел Войницкий, Дмитрий Аганов, Михаил Иньков, Александр Соколов. И также работы керамистов, ну что нормально, раз есть керамика Пикассо, то есть и белорусская керамика. Это Елена Чепелева, Жанна Морозова и Лилия Нищик. И вот в работах этих авторов прослеживается, конечно, и их индивидуальность, и их собственный творческий почерк. Но, тем не менее, чувствуется и влияние Пикассо. На выставе можно убачить не только мастацкие работы, а и доведаться про забистая жизнь майстра, уприватность и любовные пригоды, и к ней непосредственно поплывали на его творчество. Працуя выстава Пабло Пикассо параграфой до 26-го студии. Редактор субтитров А.Семкин